После эпидемиологических мер это мероприятие стало долгожданным. Народ заполнил весь монастырский сад и Кремлевский вал. Конечно, в связи с ветреной погодой аэростаты так и не наполнились и не поднялись в небо, но праздничная атмосфера и радость все равно витали в воздухе. В этом году свежий ветер. Сегодня мы летали скорость, ветра была 40 км в час. Слава богу, у нас хорошая, большая летная зона по югам. Мы можем позволить себе часовой полет при любой скорости. Это будет красной нитью идти через все соревнования. Погода не помешает проведению спортивной части фестиваля. Это Кубок России. Это рейтинговое мероприятие, которое внесено в единый календарный план соревнований. По итогам его будет сформирована сборная России для участия в международных когда-то соревнованиях. Количество заявившихся спортсменов 20, приехало 16. И фестиваль, то есть те, которые просто любят полетать, их приехало 6 человек. Среди соревнующихся рязанские пилоты. Выражают надежду, что родные пенаты поспособствуют выступить достойно. По итогам предыдущего чемпионата России я в средний метод показываю. Я думаю, что и тут покажу средний. Хотя в прошлом году стены помогли и небо. Я занял второе место. Я думаю, в этом я чуть повыше поднимусь. Потомственный пилот Владимир будет соревноваться с такими асами воздухоплавания, как Иван Миняйло, Сергей Латыпов, Дмитрий Жохов. Каким будет спортивный зачет, покажут в ближайшие дни. Ведь уже сегодня состоялись первые спортивные полеты. Мы желаем рязанским воздухоплавателям побед, а зрителям удачной погоды, чтобы возможность наблюдать проплывающие в небе шары, все же случилось. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова